Общая площадь заброшенных и пустующих территорий в Североказахстанской области еще три года назад составляла около 300 тысяч квадратных метров. В регион были привлечены зарубежные инвесторы, которые заняли порядка 109 тысяч квадратных метров, организовав предприятия. Таким образом, на сегодняшний день объем инвестиций превышает 202 миллиарда тенге. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня заявил Аким области Кумар Аксакалов во время первого онлайн-тура по новым объектам региона. Онлайн-экскурсия по новым объектам региона началась со сферы сельского хозяйства. В этом году, несмотря на карантинные меры, товарищества Зенченко, Полудинская, Ногайбай, не покидая страны, закупили скот сементальской породы из Германии. По словам первого заместителя Акима области Марата Тасмагомбетова, у фермеров сложилось доверительное отношение с зарубежными партнерами. Кроме того, в Айртаусском районе строятся три товарно-молочные фермы. Для них будет закуплено более тысячи голов крупного рогатого скота. В Тайншинском районе планируется построить самую крупную в стране молочную ферму на 3000 голов. Объем инвестиций составит 12 миллиардов тенге. На будущий год мы имеем твердые планы начать строительство еще 10 новых современных молочных комплексов мощностью 5000 голов скота, где будет создано 300 рабочих мест. В целом, наше направление это снижение импорт-зависимости. Реализуемые такие проекты благодаря мы полностью обеспечим население области качественными продуктами первой необходимости и укрепим продовольственную безопасность региона. Объем инвестиций за 10 месяцев текущего года составил 202 миллиарда тенге. Этот показатель тесно связан с созданием первой особой экономической зоны в регионе. Например, еще три года назад общая площадь заброшенных земель в области составляла около 300 тысяч квадратных метров. Сегодня на 109 тысячах квадратных метрах организованы новые предприятия. Это стало возможным благодаря привлечению иностранных инвесторов. Самая крупная из них – немецкая компания «Класс», производящая сельхозтехнику. Завершается реконструкция здания в микрорайоне Береке, пустующего более 20 лет. Здесь будут собирать комбайны и тракторы. Кроме того, турецкая «Джад Холдинг Компани» строит областную многопрофильную больницу. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Весной этого года ТО «Кирпическа» приступила к строительству кирпичного завода в селе Подгорное. Объем частных инвестиций составит полтора миллиарда деньги. На производстве будут созданы 60 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать до 150 тысяч штук кирпича в сутки. Сегодня оборудование и металлоконструкция полностью заведены. Ведутся строительные работы. Запуск объекта запланирован на май следующего года. Также в регионе планируется открыть бумажный комбинат, завод по производству ламинированной фанеры, электротехнической продукции, а также фармацевтический завод. В последние годы полным ходом идет работа по привлечению инвесторов. Однако не остались без внимания вопросы градостроительства и повышения благосостояния населения. В Петропавловске сносят более 300 ветхих домов и заменяют их новым многоквартирным жильем. Строятся по улице Горького. Также дома у нас Альфа-Север и Зертео. Два дома, 72 квартиры. Также типовые проекты. Типовые проекты. Работы уже ведутся. И инженерными сетями хотелось бы ответить, что этот микрорайон полностью обеспечен. Здесь мы продолжаем строить на участках, где производился снос старого жилья. Если позволит, хотел бы коротко остановиться на сносе старого жилья. В сравнении с прошлым годом, когда было снесено 200 частных домов, то в текущем году мы уже снесли 321 дом. При этом надо отметить, 92% граждан выбрали благоустроенные квартиры. Стоит отметить, что на коммерческой основе строится 16 многоэтажек и 26 домов по бюджетному проекту. Что касается микрорайона Жас-Уртьен, то сейчас в стадии строительства 10 домов на 1162 квартиры. Между улицей Назарбаева и Жубабаева должен быть построен большой спортивный комплекс, дворец спорта. Город сейчас проектированием занимается так. И рядом большая территория благоустройства, это парк. Центральная часть города должна быть тоже благоустроена. Плюс у нас большие планы по микрорайону Копай. Проектные работы завершаются в этом году. И на будущий год мы должны тоже начать уже там снос и строительство соответствующего жилья. В связи с расширением Жас-Уртен в микрорайоне открыта новая школа. Также с увеличением количества студентов в регионе на базе Козыбаев-юниверсити ведется строительство нового учебного корпуса и общежития. Реконструкция вокзала, начавшаяся в этом году, завершится к концу декабря. Кирилл Потемкин, Тамерланд Леубаев, Жан Бута Сентаева, Анатолий Белонок, Служба новостей.